Итак, всем привет, всем доброго времени суток. В этом ролике мы с вами поговорим по поводу игровых контроллеров и Windows 11. Все знают, что контроллеры от Xbox и PlayStation, оригинальные контроллеры, совместимы с Windows, скажем так, из коробки, подключаются по Bluetooth и исправно работают. Но так как контроллеры от Xbox и PlayStation дорогие, к примеру, DualShock 4 и новые контроллеры от PlayStation 5, у меня вот такой контроллер. Rhythmix. Это не оригинал, он подключается через USB, довольно качественно собран, хорошо работает в играх, но есть один минус. Его нужно настраивать. Я вам покажу, как правильно его настроить, чтобы контроллеры такого плана, их большинство, работали исправно. Также в официальных требованиях к таким контроллерам заявлено, что они работают только с Windows 10. Да, это было действительно так, когда Windows 11 была в девелопер-канале для разработчиков, то есть первые сборки вот эти. Не подходил драйвер. Не подходил драйвер. Теперь это всё работает. Давайте я вам покажу, как это всё настраивается. Мой опыт игры на игровом контроллере не такой уж большой, как вам может показаться. В 2013 году мне друг дал PlayStation 3. Тогда вышла эксклюзивно на консолях. В первую очередь вышла игра GTA 5. А так как я поклонник серии игр от Rockstar Games, мне очень хотелось в неё поиграть. А релиз на ПК задерживали, ну, года на два может. Я попросил, мне дали консоль. Честно сказать, я очень долго привыкал. Потому что всё время, сколько себя помню, я всегда играл на компьютере. Этот контроллер я купил сравнительно недавно. Вот этим летом. Я просто захотел, чтобы у меня был контроллер. Потому что на клавиатуре не во все игры поиграешь. Просто дискомфортно. А теперь перейдём к теме, что такое дешёвый контроллер и Windows 11. Заходим на этот сайт. Нам нужен эмулятор. Xbox 360. Вот мы скачиваем наш эмулятор. Открываем. Распаковываем. Допустим, вот сюда, на рабочий стол. Мы распаковали. Контроллер уже подключён к компьютеру. От имени администратора. Берём, запускаем. Первое, что нужно будет сделать, это зайти вот сюда. Здесь у вас будет предупреждение, вам надо будет нажать Install. Далее нужно это закрыть. Зайти опять на сайт. Здесь есть две ссылочки. Gamepad эмулятор драйвера. То есть вот он. И Human Interface Device Guardian. Эта опция маскирует наш контроллер. Якобы у нас оригинальный контроллер от Xbox 360. Мы берём, переходим по ссылочке на GitHub и скачиваем драйвер. Скачали. Запускаем. Принимаем условия. Устанавливаем. Virtual Gamepad Emulation Bus. Всё. Драйвер установлен. Далее. Далее мы запускаем наш эмулятор. Нажимаем вот сюда. Включить. Steam сразу показал мне, что контроллер используется. Теперь добавить. Вот он наш контроллер. Кравиатуру мышь можно убрать. Добавляем контроллер. Добавили. Идём в опции Hit Guardian. То есть Human Interface Device. Жмём Install. И ставим Configure Automatically. То есть он будет скрывать автоматически наш контроллер. То есть маскировать его. Нажимаем Remap All. Нажимаем Yes. И начинаем его настраивать. То есть где моргает сейчас красный кружок со стрелкой, мы эту кнопочку нажимаем. Теперь нажимаем ещё одну. Только уже другую. И вот так вот настраиваем. Те, кто говорят, что надо настраивать это вручную, корни не правы. Автоматической настройки вполне достаточно, как таковой. То есть вот он вот так вот настраивается. Когда мы начинаем игру, мы не закрываем вот эту утилиту. Мы её сворачиваем. Всё, наш контроллер готов к использованию. В следующем ролике мы с вами поговорим о производительности игр на Windows 11. Мы запустим несколько игр. Я в них поиграю. И обсудим с вами общую производительность. Была новость о том, что на 25% снижена производительность игр на Windows 11. В следующем видео мы на эту тему с вами поговорим. Спасибо большое, что вы с нами. Впереди очень много контента полезного и интересного. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Это мотивирует нас делать новый, качественный, полезный контент. До встречи в новом ролике.